Привет! В эфире дневник самого популярного шоу Centralize is Got Talent. Это проект мечты. Будет интересно. Поехали! В самом деле, эфирное время самого популярного мирового шоу по поиску талантов не может вместить все эмоции участников в 100 минут главного эпизода. Именно для этого и нужны дневники, где многое тайное становится явным. Сегодня в фокусе внимания участники третьего полуфинала шоу. У него классная пластика! Я считаю, что я справился с той задачей, которую я поставил, будучи находясь в такой ситуации, когда костюм шили просто на мне до вылета. У меня не было возможности прогнать в костюмах. И сегодня все прошло гладко в плане передеваний, потому что я выбрал такое направление, которого нет у нас в стране. И вообще очень мало кто делает, потому что я танцевал. Очень много разных танцевальных стилей. И при этом менял костюмы. Это сложно как в плане дыхания, так и в плане всего. Хотя на полуфиналах судейство и отошло в руки зрителей, жюри по-прежнему могут остановить выступление, если посчитают его неубедительным. Когда ты видишь истоки чего-то старого, и оно как будто не доделано, вот это меня немножечко расстроило. Собственно, поэтому я нажал кнопку. Дорогой Фарид, я в твоем творческом пути желаю тебе успеха. Я, конечно же, уважаю мнение каждого человека, и тем более членов жюри. Просто, знаете, как я по своим направлениям, я думаю немножечко не так, как все. Я сделал все по максимуму, учитывая те сложности, с которыми мне пришлось столкнуться. И то, что на репетициях порой были проблемы с костюмами, потому что они то не расстегивались, то выходили сразу по несколько. Я очень переживал и волновался. Вы знаете, у нас же у каждого, у моих коллег свой вкус, и у меня свой вкус. Например, на прослушивании он был в «Птица Феникс». И я же говорю, я влюбилась в творчество этого парня. Вы показали то, что вы хотели на высшем уровне. А мне еще и нравится ваш грим, ваш костюм. Вот вы солнечный человек. Спасибо большое. Он первый сейчас, мне кажется, даже единственный, который начал в Азербайджане этот стиль. И он хочет продвинуть этот стиль. И он автор своих танцев, автор постановки каждого номера. Это большого стоит. Самое главное для меня, что я доволен, что я смог выдержать это все в плане, и опять-таки, дыхания, и в плане передевания, всех нюансов, что понравилось зрителям. И я вам хотел задать встречный вопрос. А кого вы знаете из первооткрывателей в любых сферах, кто не сталкивался с трудностями? Еще один из первооткрывателей нашего шоу – Екатерина Становкина. По меньшей мере, в Центральной Азии еще никто так не обращался со своими волосами. У-у-у! Мощный слой! У-у-у! У-у-у! Почему она так делает? Было все очень классно. Я выполнила то, что я планировала. Мне кажется, мы отработали на все 100%. Мне понравилось. Я получила сама от этого удовольствие. И самое главное – это понравилось зрителю и понравилось членам жюри. Сейчас, находясь уже за кулисами, не вспоминая выступление Кати Становкиной, я вообще просто… Ребята, это было фантастически круто. Вот реально. Может быть, там, где я не мог это сказать в комментариях, но я хочу еще раз отсказать. Екатерина, ты сделала что-то невероятное. Екатерина, это девушка с невероятно крутыми волосами. Вы до сих пор видите, я собрала путек, но я ей завидую. Потому что я бы не смогла так поднять свой вес. Это просто нереально крутая девушка. Обожаю вас и ваши волосы. Сначала за сценой я немного нервничала, но когда я вышла на сцену, я забыла обо всем. То есть это когда я на сцене, то есть внизу еще на полу, я немного переживала, но когда я поднимаюсь в ветку, у меня все, как я уже сказала, там, мои мысли отключаются, и я нахожусь где-то там в себе. Поэтому я не волновалась, не переживала и не боялась. Разумеется, так ровно выходит далеко не всегда. И даже если ты научился справляться с волнением и знаешь, как подать себя зрителям, настоящие профессионалы могут заметить нюансы, которых не хватает для триумфа твоего таланта. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе я дой, я дам. Я лично был знаком с спокойным Муратом Насыровым, вместе работали, не единожды, как говорится, разговаривали и делились какими-то сокровенными вещами. То есть для меня память Мурата – это очень высокая планка. И почему я нажал на красную кнопку, он не донес эту песню. Но ему можно было бы хоть попытаться, то есть как-то вжиться в эту песню. Я сказал, тебе надо было на каждую строчку обращать внимание, о чем посыл, в глубокий смысл этой песни. Но, к сожалению, он не передал эти чувства, поэтому я поэтому и нажал на красную кнопку. Они сказали, что просто ты спел, я это, ты, ты, это я. Они сказали, что я это, ты не показал. Ну, не от души было все это сказали. Если бы у меня был второй шанс, я обязательно буду воспользоваться этим шансом. Я не ожидал, что я просто смотрел на зрителей, и вдруг такой странный звук. Я вижу, что уже на сцене один крест, я уже немножко затерялся, но это не повлияло, я дальше продолжал. Сухроп готов проделать работу над ошибками, а значит, его не пугают трудности на пути к своей мечте. Впрочем, альфияник Матулина из Башкортостана уже преодолела самый большой географический маршрут к сцене полуфинала шоу. Вообще эмоции переполняет, меня все трясет. Вот вон, руки до сих пор, да, уже пять минут прошло, да, после того, как я выступила, они просто трясутся невозможно. Вот. Ну, потому что вот я очень сильно настраивалась, чтобы вжиться в песню, мне было это очень сильно важно. И я, видимо, до такой степени вжилась, что меня вот трясет, а мне Ситора вот так сердечко показывала во время выступления. С Сириком и с Ситорой мы уже были знакомы до этого в том туре, да. С Нурланом мы были еще не знакомы, и поэтому... А я его видела в прошлом сезоне, когда выступала моя подруга Аджанна Савалиева. Он ее как раз оценивал, как раз он ей тоже говорил слова восхищения. И мне тоже было интересно вот побывать так же, как бы в этом же, в этой же роли. И мне было так приятно, когда я спела, когда я в конце ушла на пиано, ну, тихо спела. А, вот так спела. Здесь я спела вот так, на пиано ушла, и он такой... Вот такое выражение лица сделал. То есть он такой оценил. И мне вот это было очень приятно. Чувствуется, что человек профессиональный поет давно на сцене. Она знает, понимает, что поет и как поет. Очень такая обаятельная, при всем такая прекрасная мама. Она там оставила семью и приехала в далекий Казахстан. Это стоит уважения. А уж какого уважения стоят те, кто к нескольким минутам триумфа на сцене готовится несколько лет. Это путь Чингиса Ибрагима. Путь был сложный и долгий. Многие, наверное, знают. Каждый реквизит, каждый трюк, который мы готовим, мы готовим несколько лет. То есть это очень большой труд, как сценического артиста, так и конструктора, инженера. Мне помогает сконцентрироваться на сцене само выступление, только в мыслях. Я прокручиваю свое выступление в голове, и это успокаивает, потому что уверен в своем номере. А где Дим? А где Дим? Она еще смотрит так свободно. Очень странное ощущение, приятное ощущение. Тем более выступление удалось на все 100%. Идею готовили несколько лет, а пять лет мы его конструировали, делали, подбирали ассистента, ассистентку. И каждую деталь. Я очень дотошный деталям, но все не зря было. Детали, которые мы потратили несколько месяцев, казалось вроде мелочи, никто не обратит на это внимание, но жюри заметили и похвалили. Я очень рад, что все они увидели и удивлены. Был один очень важный момент. Я следил за ногами. Ноги шевелились, дорогие друзья. Салик прям у всех так. Это было очень круто. Central Ages got talent. Мечты сбываются. Этот проект номер один. Впрочем, в третьем полуфинале были номера, которые больше нацелены на аудиторию социальных сетей. Так, стремительно набирающий популярность у интернет-пользователей Манучер Исмаилов вывел из себя самого именитого члена жюри. Он оскорбил мой ум. Я с первого аккордов понял, что он практически почти не умеет играть на гитаре. Я это все слышал во время выступления, потому что он держал буквально два аккорда. А начало, если он когда-то так потихонечку заезжал, еще как-то там рев, фа, там, в смысле, брал ноты, а когда он начал уже как бы основную часть петь, все, он просто... Он не обращал внимания на гитару. Так она была, как приложение. Я очень был уставший и не смог полностью выложиться. Держал третий, четвертый лад. Об этом мне и сказали жюри. Это, конечно, моя ошибка. Я очень хотел показать все свои лучшие качества артиста на сцене, но были мелкие бытовые проблемы в семье, и я надеялся выступить раньше, а получилось так, что выступил позже и не смог в полной мере показать себя. А если бы он бы к этому отнесся, как-то правильно мог бы что-то там поиграть, какие-нибудь партии на этой гитаре, то мне кажется, что получил позже намного интереснее, намного светлее, доходчивее. Я хотел ему красную кнопку шанрать, но не стал, думаю, ладно. Народный проект, все, все. Неважно, пройду я или нет в гранд-финал, важно, что я полуфиналист и участник этого грандиозного проекта. С другой стороны, теперь выбор за телезрителями. До вечера понедельника через приложение i2 вы можете проголосовать за лучшего участника третьего полуфинала. Может быть, больше понравится вокал Максадбеха Туратулу из Кыргызстана? Вы прекрасно спели, очень красивый тембр голоса. Вы когда вышли на сцену, я сразу сказала Нурике, я говорю, Нурике, он круто поет, да? Потому что у вас очень красивый голос. Спасибо большое вам за прекрасное выступление. Ансамбль Дурдона, участники из Узбекистана, я, знаете, уважаю людей, которые, несмотря на то, что пролетают годы, чувствуют себя молодым. Потому что физический возраст, ну, документальный, как можно сказать, это не считается, что ты стареешь, нету слова старения. Есть слово жить, любить жизнь. Вот в этом ансамбле есть это. Я очень хочу, чтобы ансамбль Дурдона дошли до гранд-финала, потому что в этих прекрасных дамах есть хороший талант, и они будут продвигать это дальше и дальше. От самых возрастных узбекских бабушек к самым юным участникам выпуска из коллектива ММДэнс разве может быть лучшее подтверждение того, что наше шоу открыто для всех участников? Они такие же сладкие, яркие, популярные, крутые, как ММДэнс настоящий! Я вас обожаю! Интересная история со стилистикой МАЙБи, Мэнн Блэк, люди в черном, которые избрали ребята. Я не знаю, кстати, сами они видели один из этих фильмов, но я думаю, это уже такой постмодернистский феномен, который ребята реализовали, на мой взгляд, очень здорово. И если продюсеры фильма ММДэн Блэк увидят их выступление на ВК-Унте Коталт Глобал, мне кажется, ребята будут замечены, это было круто. Я думаю, что мы очень классно выступили, даже судьи это подтвердили. Да, я согласен с Ишей, что нас даже судьи поддержали и сказали всем хором «да». И это было очень неожиданно. Мы думали, что какой-то из них скажет «нет», но оказалось, что все они даже хором сказали «да». И это было прям, как сказать, очень неожиданно. Да, у меня есть отличное предложение. Они ведь задали вопрос нам, вам, уважаемых зрителей, видите, там на сцене. Давайте сейчас все вместе на него ответим. Раз, два, три. Наш ответ? Да! Мне нравится, что они очень крутые, мне нравится, что они уверены в себе. А это самое главное, когда ты не стесняешься, когда ты уверен в том, что ты делаешь, когда ты любишь, ты идешь вперед. В танце не было никаких ошибок. Когда мы танцевали, мы чувствовали друг друга. Чувствовали, и нам кайфово как-то было. Мы прям чувствовали, когда мы танцевали, мы чувствовали друг друга, да, что мы близкие люди. Никто из нас вообще не зло, никто нас не хочет там на сцене кого-то толкнуть. И у нас были очень даже чистые мысли, и нам понравилось, как мы выступили. Если мы попадем в гранд-финал, то мы покажем еще ярче танец. Голосуйте за нас! Голосование открыто до вечера понедельника. Подарите свой голос тому, кто действительно достоин участия в гранд-финале. Следующий выпуск подарит новые эмоции и новых претендентов на главный пресс-шоу. Смотрите шоу на площадке iTunes, а также в эфире рейтинговых телеканалов всех стран-участниц. Это НТК и Туркестан ТВ в Казахстане, телеканал Софина в Таджикистане, КТРК и КТРК-музыка в Кыргызстане, телеканал Севимли в Узбекистане и Хазар-ТВ в Азербайджане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова